Уже на входе ребят встречают любимые герои. Каждый из малышей старается сделать фото на память. Все ребята, которые собрались сегодня, участники благотворительного проекта нашего телеканала «В наших силах». И почти каждый приехал на ёлку после продолжительного лечения или реабилитации. Создать для них настоящий праздник вызвалось больше десятка добровольцев. Это аниматоры, актёры и специалисты по детскому творчеству. Вот смотрите сегодня, фотозона с шарами, 6 или 7 ростовых кукол, куча выступающих, включая фокусников, Дедов Морозов, Снегурочек. То есть скоро Новый год. Все эти люди могли бы сейчас быть совершенно в других местах и зарабатывать деньги. Но они сейчас здесь с нами, совершенно бесплатно, просто для того, чтобы порадовать наших детей. Представляете, какое огромное количество людей, и даже те, кто собирали деньги на подарки, вот они сейчас зримо или незримо рядом с нами, совершенно бескорыстно, для того, чтобы наших деток порадовать. Исполнители и танцоры тоже приехали поздравить ребят по зову сердца. Но уже по ходу программы в концерте появляются новые номера. Сами участники проекта – дети с особенностями развития. Тоже хотят выступить. Соня Маслова – участник проекта с 2015 года. Девочка с аутизмом не только хорошо поет, но и иллюстрирует книги. А ее мама, став канистотерапевтом, теперь тоже помогает особенным детям. Мы уже неоднократно участвуем в подобных мероприятиях на Новый год. Соня очень ждет постоянной встречи. Приезжаем в гости. Поэтому, да, Олечка нам очень здорово помогает. Соня – участник ее всех выпусков, программ. Почему мы, опять же, очень благодарны, что очень много людей узнало, что есть такое направление, как канистерапия. Кирилл Кузнецов приехал сегодня как волонтер. Поможет развести подарки тем, кто по состоянию здоровья не попал на елку. Несколько лет назад тамбовчане сами пришли на помощь мальчику, пострадавшему в аварии. Теперь он рядом с теми, кому нужна помощь сейчас. Когда я поступил в свое учебное заведение, я подумал, что мне хочется помогать другим людям, потому что, ну, не хочется бросать их в какой-то плохой, тяжелой ситуации. Потому что я помню, как помогали мне, и как мне это действительно помогало, поднимало настроение и делало приятно. Один, два, три. Медленно откроем ручку. И у нас появляется два шарика, друзья мои. Как вы считаете, детям нравится? Конечно. Для детей ДЦП, к сожалению, всегда дни, будни, они как бы день сурка, а тут благотворители сделали такой праздник, разнообразие. Мы общаемся, мы видим друг друга. Конечно, интересно. Спасибо благотворителям за такой праздник. Завершением этого яркого праздника для особенных детей стали сладкие подарки и общее фото на память. Полина Матовникова, Михаил Мальцев, Анна Мусатова, Область новостей.